Друзья, всем привет! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий Персик. И сегодня мы будем с вами готовить морепродукты. Нам понадобится самый обычный морской коктейль. Это такой набор из морепродуктов, который продается вообще абсолютно в любом супермаркете. Как правило, в заморозке, рядом с рыбой и другими морепродуктами. И сейчас я покажу, как сделать из этого коктейля невероятно вкусное блюдо. Нам с вами понадобится обычный репчатый лук или лук-шалот. Его нужно нарезать на очень тонкие кружочки, ну примерно как я это делаю на видео. Но кроме обычного лука, нам еще понадобится лук-порей. Его тоже нужно нарезать на кружочки. Нам понадобится примерно половина стебля порея. Нарезанный лук пока что убираем в сторону и займемся пармезаном. Лучше для этого рецепта все-таки купить настоящий пармезан, хотя бы не итальянский, какой найдете в магазине. Берем этот пармезан и натираем его на крупной терке. Если вы не можете купить пармезан, не можете его найти, то возьмите какой-нибудь хороший твердый сыр. На среднем огне разогреваем сковородку с небольшим количеством сливочного масла. Если сливочное масло не любите или у вас его нет, то тогда используйте оливковое, но, пожалуйста, не подсолнечное. Когда масло полностью растает и прогреется, вываливаем на сковородку наш нарезанный лук и обжариваем. Лук обжариваем до мягкости примерно 2-3 минутки, периодически помешиваем. Потом его убираем из сковородки и в этом же масле жарим морепродукты. Если вы видите, что масла мало, то добавляем еще немножечко прямо в то, которое осталось. Я все-таки решила добавить еще небольшой кусочек сливочного масла. Теперь обжариваем морепродукты, также периодически помешиваем, жарим их примерно 2 минуты. Когда наши морепродукты обжарятся, мы возвращаем в сковородку лук, сразу же добавляем сливки. Сливки, кстати, лучше всего взять пожирнее, у меня были аж 30% сливки для взбивания. Наливаем их в сковородку, добавляем половину натертого пармезана, немного соли. Все это дело хорошенько перемешиваем, накрываем сковородку крышкой и тушим примерно 5 минут. Тушить нужно на минимальном огне. Теперь берем форму для запекания, у меня были две небольшие круглые формы, можете в принципе готовить в одной большой, как вам больше нравится. Перекладываем в формы наши готовые морепродукты. Сверху посыпаем оставшимся пармезаном и готовим в разогретой до 200 градусов духовке примерно 7 минут. Готовить нужно на самой верхней полочке. Вот такая красота у нас получается. Пожалуй, это самое-самое вкусное блюдо из морепродуктов, которое я когда-либо готовила. В последнее время я очень люблю готовить морепродукты. Не знаю почему, у меня проснулась какая-то любовь к рыбе и морепродуктам. Я практически совсем не ем и не готовлю мясо. Уверена, что и этот рецепт морского коктейля вам тоже очень понравится. Обязательно приготовьте, когда будет возможность или повод. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.